канал компьютерной академии приветствует вас сегодня в нашем видео мы будем разбираться как же нам все-таки выбрать монитор для компьютера давайте разберемся как выбрать монитор для компьютера в зависимости от его основных технических характеристик нашем видео мы также рассмотрим различные полезные функции современных мониторов и расскажем какая модель подходит для решения конкретных задач каждого пользователя и так давайте разберемся в основных характеристиках монитора среди важнейших параметров которые следует учитывать при подборе монитора можно выделить следующие диагональ экрана максимальное разрешение формат модели тип матрицы и вид подключения и так диагональ экрана указывается в дюймах и позволяет сориентироваться в общих габаритах модели разрешение экрана влияет на четкость изображения и частоту обновления картинки формат монитора может быть 4 на 3 16 на 9 или 16 на 10 я люблю 16 на 10 как-то крупнее выглядит следующая матрица может иметь один из трех форматов айпи с мва или пва и т.н. тип матрицы влияет на качество цветопередачи контрастность и угол обзора жека монитора лучшими считаются айпи есть матрицы матрицы мва отличается значительной глубиной черного цвета а матрицы т.н. имеют самую низкую цену подключение монитора компьютера может производить двумя способами цифровым или аналоговым цифровые девяй вход цифровые девяй вход обеспечивает явные преимущества в качестве картинки по сравнению с аналоговым vga хотя я даже как ты не замечала этого ну пусть так будет так идем дальше дополнительные возможности давайте рассмотрим если вы раздумываете над тем как выбрать монитор для компьютера то обратите внимание на дополнительные функции различных моделей к ним относятся 3d режим ну не знаю нужен не нужен юсб разъем это неплохо firewire порт ну в принципе тут он и в компьютере может быть tv тюнер пусть будет колонки ну тоже бывает надо так что с одной стороны богатые возможности монитора значительно расширяют его поля деятельности и позволяет сэкономить на приобретение отдельного оборудования однако стоимость самого монитора при этом значительно возрастает кроме того при выходе из строя одного компонента системы вам придется отдавать в ремонт весь монитор вот так так идем дальше мы теперь последний будем индивидуально подходить под выбор и так вы задумались как выбрать монитор для компьютера чтобы он наилучшим образом соответствовал возлагаемым на него задачам и вот несколько советов которые помогут вам решить эту задачу например если вам нужен монитор для офиса для работы для этого подойдет бюджетный вариант со скромными характеристиками небольшого формата на котором удобно работать с документацией и осуществлять поиск информации в сети интернет следующее например вам нужен монитор для дома в этом случае лучше выбирать модель с большим экраном расширенного функционалом качественной картинкой и стильным дизайном такой монитор вы сможете использовать для работы и развлечений просмотра видео и компьютерных игр следующий вариант рассмотрим например вам нужно монитор для профессиональной деятельности вот есть например ваша работа связана с обработкой графики то правильность выбора подходящего монитора напрямую влияет на эффективность ее результаты здесь необходимо отдать предпочтение большим моделям с повышенной четкостью и контрастностью улучшенной цветопередаче и максимальным разрешением экрана ну и последнее например нам нужен монитор для игр ну геймерам необходим монитор широким углом обзора высокой скоростью отклика и достаточной диагонали для максимального погружения в происходящее событие ну вот и все в принципе такие вот простые ответы на сложные вопросы и вы не прогадаете